Закончен, но мне очень хочется поговорить с Владимиром Романовичем Легоидой. Он работает у меня на кафедре, но мы крайне редко видимся, обычно на экзаменах. Можно? Договорка была, наука дает крылья уму. Дает? Надеюсь, что да. Сегодня, ну в какой-то степени мы это видели. Хотя так медленно, пока еще взмахивают крыльями. А вам она давала крылья? Ну, Илья Павлович, мне, знаете как, только кот бывает ученым. Мы работники образования. Я подожду, вы же кандидат? Политических наук. Это значит, вы ученый. У вас, конечно, много специальностей, но вы ученый. Ну, по крайней мере, то прикосновение к науке, которое мне довелось осуществить, конечно, это очень вдохновляющая вещь. А если наука дает крылья уму, то что дает религия? Ну, оно как минимум крылья души. Но это боль. И уму тоже, кстати сказать. Здесь нет какого-то фундаментального разделения, противоречия. Хочется еще, чтобы образование давало крылья уму, душе. Образованный человек, он по-другому видит мир, по-другому воспринимает мир. Он по-другому существует, по-другому живет, по-другому мечтает. И вот это совсем уходит. Потому что такой парадокс, такой парадокс, непрагматический прагматизм. Потому что не очень понятно, прагматизм чего это. Это прагматизм выживания учебных заведений, соотношение с тем, что потребует завтра рынок, я имею в виду набор по специальностям вуза. Откуда мы знаем, что он потребует? Понятно, Ваша точка зрения. Ушинский, великий наш педагог, утверждал, что самое гибельное для педагогического процесса – это разрыв воспитания и образования. А можно откорректировать чуть-чуть? Ушинского? Ушинского. Ну, все позволяет. Дело в том, что в русской традиции, которую, конечно, представлял собой Ушинский, образование всегда, подчеркиваю, всегда было сплавом обучения и воспитания. Нельзя говорить образование и воспитание, потому что воспитание – это часть образования. Он говорил, что не надо разрывать. Да, это часть образования. То есть обучение не образование и воспитание, а обучение и воспитание в совокупности дают образование. То, что происходит сейчас, во многом, та тенденция, которой мы пытаемся противостоять, но пока, на мой взгляд, получается не очень хорошо, это то, что на смену паре учитель-ученик, то есть вот этим фундаментальным отношениям, которые всегда стояли в центре образования, приходит другая пара, покупатель-продавец. Я сейчас не имею в виду то, что нам приходится, детям приходится, их родителям платить за образование. Не об этом речь. Это изменение сознания, изменение сознательной установки. Человек может не платить за свое образование, может учиться на бюджете в институте или в школе не платить, но он, вот это вот сознание, которое в других сферах жизни он получает, в магазине, вот это пресловутое потребительское общество, когда вселенная крутится вокруг покупателя. Это нельзя переносить в образовательную сферу. Это происходит везде. Повторяю, мы этому сопротивляемся. Как мне кажется, я пытаюсь сохранить с нашими студентами отношение учитель-ученик. Это установка сознания. Потому что кто такой ученик? Ученик это тот, кто умеет слушать, слышать и слушаться. Не бывает учеников без учителей, не бывает учителей без учеников. Здесь, наверное, жесткая взаимозависимость. Чтобы появились настоящие учителя, должны быть люди, готовые быть учениками. Чтобы были настоящие ученики, должны быть настоящие учителя. Владимир Владимирович, все понятно, поскольку у меня очень много вопросов, я уже не успею вам их задать. Мы все-таки редко видимся. Вот наука и религия, религия и наука. Вот какой модус их взаимодействия? Здесь я, надеюсь, являюсь учеником, может быть, вам неизвестного, но выдающегося мыслителя современности Юрия Павловича Вяземского, который говорит, и я абсолютно серьезно, о трех способах познания мира. Наука, искусство и религия. Они не противоречат друг другу. Они в человеке, как мне представляется, друг друга дополняют. Занимаются немножко разными вещами, но, повторяю, в человеке пересекаются. Это познание окружающего мира через рациональный, эмпирический способ. Это познание себя через проживание возможных ситуаций разных в искусстве. И это соотношение себя с вечностью, как говорил Алексей Федорович Лосев. Точно. Религия – это всегда некое самоутверждение человека в вечности. Мы так считаем. А есть много людей, и в том числе очень крупные ученые, и нобелевские лауреаты среди них есть, которые вообще объявляют себя атеистами. Меня устраивает компания такая, Алексей Федорович. То есть им, видимо, никак не помогает религия, да? Почему? Религия может же по-разному проявляться. Вот в той системе, о которой я сказал, вот этот ответ на религиозный вопрос, он же может быть отрицательным. Это тоже формирует меня. По большому счету, что такое мировоззрение, как система ценностных взглядов, как система взглядов на жизнь, на мир, на смерть в целом? Она ведь может быть только двух типов, либо религиозный, либо безрелигиозный. Но этот вопрос все равно нужно разрешить, так или иначе. Поэтому я здесь имею в виду, что вот эта религия, как способ познания мира, либо человек считает, что он здесь реализуется в вечности, либо он считает, что этой вечности нет. Из меня, как говорил классик, потом будет лопух расти. Я смотрю на вас и иногда вспоминаю о том, как я встретил мальчика Вову, который приехал из Кустаная, который несколько раз поступал в МГИМО. Сегодня было очень много детей, которые тоже приехали из разных уголков России, в том числе и из маленьких каких-то сел. Вот это трудно? Уехать из села или уехать из периферийного города, из провинции и поступить в ведущие вузы страны? Вы же это на себе сами испытали. Я думаю, что, конечно, очень изменилась жизнь за то время, потому что я все-таки... Это был 90-й, там, 91-й год, когда я поступал, поступил потом в МГИМО. Но это очень сильно мотивирует. Но это тоже общее место такое. Я не думаю, что я сейчас Америку открываю. Очень часто люди, приезжающие в столицу, они намного сильнее мотивированы, потому что... Но они чувствуют себя провинциалами. Да, конечно. Но, понимаете, как... С одной стороны, можно сказать, что девушка из деревни может уехать, и деревни из девушки нет, как любят часто шутить или говорить всерьез. С другой стороны, это, конечно, не абсолютное утверждение. Это зависит от каждого конкретного человека. Любой человек может изменить себя, и не только себя, но и мир вокруг. Вы никогда себя провинциалом не ощущали? Ну, я подружился лет в 14 с Федором Михайловичем, Любом Николаевичем, Антоном Павловичем. А это кто такие? Вот-вот. И поэтому как-то мне казалось, что вот я нашел тот центр, и я не был. Интернета нет, я не могу посмотреть. Кипетик, кто такие? Так как-то ответил. Озвучьте, пожалуйста, фамилии. Золотой век русской литературы – это тот центр, когда ты с ним дружишь, ты как-то не чувствуешь себя провинциалом. Но Федор Михайлович, простите, родился в Москве. Олег Николаевич родился в хорошей... В хорошей. ...усадьбе. А Чехова его назвали? Так, а ровно, да. Нам с ними уютно. Я сравнительно недавно прочел вашу редакционную колонку в журнале Фома. Мне показалось, что, правда, это не колонка, и это даже, так сказать, не статья, это просто такой маленький рассказ, или очень красивая зарисовка, и там вы говорили о своих бабушках. И я вспомнил свою бабушку, которая, в общем, никогда со мной о Боге не говорила, она никогда не молилась, она не ходила в церкви. Но вот у меня было и до сих пор, чем дольше я живу, тем больше у меня ощущение, что она из всех людей, которых я встречал, была самая не только христианская, но более того, у меня складывалось впечатление, что она воцерковленная была, потому что она слышала какие-то вот эти вот голоса, идущие из Евангелия. Как вам удалось написать такую хорошую статью про бабушек? Я просто этим бы хотел закончить нашу с вами беседу. Ну, а как-то сама написалась. Просто вот вы говорили про свою бабушку, у меня было то же самое, вот это были... То есть бабушки чрезвычайно много сыграли в вашей жизни? Да, и чем дальше, тем больше я понимаю, насколько много, может быть, детстве мне было не очень понятно. А в чем этот секрет, эта тайна? В любви. Бабушек. В любви, конечно. Что, они умеют любить сильнее, чем наши родители? Нет, я же не сказал, что родители не умеют. Да, ну это почти сказал я, потому что иногда у меня... Ну тогда надо вас спросить, Алиманович, почему? Нет, я просто... Тогда у меня являлась такая мысль, что моя бабушка любит меня больше, чем любит меня. Ну, это на уровне детского восприятия. Я думаю, что это не тот случай, когда нужно сравнивать. Но это очень важно, очень много, ну, по крайней мере, в моей жизни было. Давайте мы всем бабушкам, которые смотрят нашу программу, и вообще всем бабушкам, которые живы, давайте мы им пожелаем здоровья, счастья, чтобы внуки... Благодарных внуков. Да, и благодарность, это чрезвычайно важно, пока они живы, чтобы они ответили любовью на эту любовь. Ну и давайте помянем тех бабушек, которые нас покинули. Вечная им память. Бабушки дорогие, и живые, и неживые, мы вас очень любим, мы вас ценим. Спасибо вам большое. Всего доброго.